Всем привет! Сегодня я решил записать обзор лончера, который использую в качестве основного. Называется он Apex. Его вы можете установить с Google Play. Единственное, он поддерживается смартфонами, начиная от Android 4.0 Ice Cream Sandwich. То есть, если ваш смартфон имеет операционную систему Ice Cream Sandwich или Jelly Bean, то можете смело устанавливать себе данный лончер. Итак, давайте поглядим, что же умеет данный лончер по сравнению со стандартным. Начну с того, что сегодняшнее обновление принесло ему некоторые фишки Android Jelly Bean. Как вы видите, я двигаю виджет, и значки, и другие виджеты уступают ему место. Также, если мы будем добавлять какой-либо значок из меню приложений, будет наблюдаться ровно та же картина. В отличие от стандартного лончера, здесь вы можете задавать свою сетку значков по ширине и по длине. То есть, на вашем экране может поместиться уже гораздо больше значков, чем это было по умолчанию. Также вы можете назначать количество страниц нижнего док-бара. Что самое интересное, при нажатии на кнопку Home, все вернется и снизу, и сверху, к главному экрану. Это очень хорошо. Когда-то я пользовался лончером Go, у него центральная кнопка не приводила к тому, что нижний док-бар возвращается к своему главному состоянию. Таким образом, я получаю возможность разгрузить свой рабочий стол, а на нем разместить только основные значки и виджеты. Также туда можно прятать то, что вы не хотите держать на видном месте. Очень нужная функция, которой мне не хватает на стоковых лончерах, это возможность менять размер виджета. Появляются вот такие вот рамочки, сдвигая или раздвигая, которые можно менять размер. Например, имеем мы вот такой вот виджет. Я считаю, что он слишком большой. Не ухудшая его функциональность, я изменю ему размер на две клетки меньше и размещу его на свободное место. На Android Jelly Bean Galaxy Nexus появилась такая вот интересная возможность жестом снизу вверх запускать голосовой помощник Google и поиск. Как же мне сделать то же самое на Galaxy S3, ведь у меня здесь нет снизу на экранной клавиатуры, но здесь опять же нам поможет Apex Launcher. Я удержу нужную мне центральную кнопочку, выберу жесты, а здесь уже свайп вниз или свайп вверх, я выберу запустить приложение. В списке я выберу поиск Google и теперь при свайпе снизу вверх я запускаю тот же самый поиск Google. Точно такую же реализацию можно сделать на остальных кнопках нижних. Например, кнопка дайлера при тапе может открывать наборную клавиатуру, а при свайпе вверх вашу книгу контактов. Это действительно удобно. Работа со значками на рабочем столе. Если мы удержим палец на значке, появится вот такое диалоговое окно. Здесь мы можем удалить с рабочего стола, редактировать, перейти сразу в сведения о приложении, если мы хотим сбросить умолчание. А также очень интересная функция поделиться. Таким образом, если я хочу кому-то рассказать о каком-то хорошем приложении, я нажимаю поделиться, выбираю через что, через твиттер, через сообщение или еще какой-либо другой сервис. И таким образом, я кидаю ссылку на данное приложение в Play Market. Это очень удобно. Еще. Если мы ухватим значок и понесем его сюда вверх, то мы тоже его сможем удалить с рабочего стола. А если мы палец немножко удержим, то появится возможность сразу и удалить приложение со смартфона. Создать папку очень легко. Для этого нужно лишь ухватить один ярлык, натащить на второй и получим папку. Точно то же самое разъединить. Папка сама автоматически удалится, если в ней находится только одно приложение. Также, если мы натащим одну папку на другую, то приложения, которые находятся внутри этих двух папок, объединятся в одной папке. Пробежимся вкратце по настройкам Apex Launcher. Как вы видите, здесь все на русском языке. Поэтому разобраться будет не сложно. Здесь мы регулируем настройки домашнего экрана. Здесь главное меню. Здесь настройки док-панели. Это нижние значки. Здесь настройка папок. Здесь, что интересно, можно менять внешний вид. А здесь можно менять фон. Здесь интересная функция, на которую я заострю внимание. Это жесты. Мы можем назначать на определенные жесты некоторые функции. Например, запуск каких-нибудь приложений и так далее. Вот у меня, например, стоит запустить по двойному тапу Play Market. Как вы видите, эта функция отлично работает. Продолжим. Здесь, как я уже говорил, мы настраиваем жесты. Заострите внимание в этом меню. Потому что управление смартфоном можно сделать гораздо удобней. Настройки тем. Данный ланчер поддерживает установку альтернативных тем из маркета. Я вот установил одну. Мне нравится вот стиль хола. Поэтому я оставил именно данную тему. Вы же можете зайти, нажав на кнопку получить темы, зайти в Play Market. И тут будет множество тем. Некоторые из них платные, некоторые бесплатные. И, скажем так, ознакомившись с темами, какие там значки, как это все будет выглядеть, какие фоновые картинки. Можете это дело все установить и применить через вот эту настройку. Расширенные настройки. Здесь мы можем назначать уведомления на пропущенные вызовы, на непрочитанные сообщения, на полученную почту Gmail. Также, если вдруг вы заменили какое-либо из этих приложений на альтернативное, вы можете нажать кнопку и указать, на какое именно приложение вы сменили. И уведомление будет приходить именно на тот значок альтернативного приложения. Далее, здесь настройки касаемо виджета. Изменять размер всех виджетов, что я вам уже показывал ранее. Вы можете перекрывать виджеты. Это значит, что вы можете натаскивать один виджет на другой. И при этом они будут работать оба. Также есть возможность добавлять виджет одноклеточный в нижний бар, в нижний док. Также вот эта вот немаловажная функция оставаться в памяти. Это чтобы ваш ланчер не выгружался из памяти при недостатке оперативки. Ну вот, в принципе, и все. Здесь вот последняя вкладочка – это резервное копирование. Если вдруг вы хотите создать, сохранить настройки вашего апекс ланчера, вы можете сохранить их на SD-карту, чтобы потом восстановить. Так, еще вот интересная функция – Op Apex Launcher Pro. Здесь вот можно задать, чтобы он вам также присылал бета-версии. Если вы любитель всего нового и вам не терпится дождаться этого момента. Я вот, например, один из таких, поэтому я оставлю себе бета-версию. И сегодня вот получил интересное обновление. На этом, в принципе, все. Досконально обсудить все функции я с вами не смогу. Это займет очень много времени. Но так как здесь все на русском, то сложного ничего нет. Спасибо за внимание. До новых встреч.